Всем салют, меня зовут Тальтер, я являюсь поклонником творчества группы Linkin Park, Fork Minor и, конечно же, Майка Шиноды. Совсем недавно я гонял на концерт Майка Шиноды в Москву и хочу вам рассказать, как это было. Я поехал в Москву на один день, то есть я приехал туда 1 сентября. Ну, пока гулял и так далее, там, в общем, смотрел, какой красивый город Москва. Я заглянул в сториз, в инстаграм и увидел то, что Майк Шинода выезжает из Питера на электричке, его провожали фанаты. Я такой, хм, если он уезжает сейчас из Питера на электричке, это же можно пробить в интернете, во сколько типа прибытия. Я оказался не один такой, но я думал, не будет так много людей, в общем, чуть попозже к этому. Я, конечно же, полю всю информацию в телефоне, во сколько у него прибытия. И мне делать было нечего, поэтому я поехал на Ленинградский вокзал. Мне где-то полтора часа я там точно сидел. То есть за это время там нет-нет, в общем, собирались какие-то небольшие кучки. Ну, человек 20, наверное, где-то было. Но ближе к трем, я не знаю, они просто со всех сторон собрались. И это было около 200 человек, может, даже больше просто. Все вышли на перрон. Я видел все эти кучки. Я еще хотел предложить, типа, давайте вместе встанем в такую кучку небольшую, зачитаем уже Remember the Name. Там, ну, припев он, в принципе, простой. И я думал, как-то, ну, будет возможность сфотографироваться с ним. Но когда я увидел всю эту толпу, я понял то, что не судьба. Но хотя бы встретить. Я первый раз вообще встречал артиста. Никогда я не ждал отелей, там, не встречал поезда и так далее. В редких случаях я там заходил за клуб и, типа, с черного входа встречал артистов. Но это было впервые, и это было прикольно. На Ленинградском вокзале ко мне подходит парень, здоровается со мной, говорит, не узнал? Ну-ка, давай, вспоминай, вспоминай, кто. И это оказался Дмитрий Зимцов, чувак, с которым мы как-то познакомились в интернете, что-то добавили, он делает прикольные ремиксы. И я просто стоял там, что, как ты меня узнал? Ну, вообще, блин, так круто было увидеть его. Вот, и, ну, как-то вместе с ними уже, с этой толпой мы почти на перрон. Нас просили стоять, в общем, чуть-чуть подальше. И припугивали, типа, нас там не пустят, если мы там будем лезть и так далее. Но, когда он вышел, началось какое-то безумие просто. Отойдите, отойдите. Коридор! Майк! Эй, Майк! 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 Это жесть, вообще, ребят, жесть! Дорога, дорога! Дорога, я сказал. Никто еще вперед, дорога! Дорога! Майк! Майк! Вот сын. Ребят. Можно, в лест в лест в лест! Ребят, можно, в лест в лест! Всем в лест! Да, в лест! Да! Майк! Майк! Спасибо, Майк! Спасибо, Майк! Майк! Перестаньте гораздо больше! Да! После этой встречи мы сразу поехали к адреналину. Естественно, надо было занимать очередь, потому что там уже было просто пипец, как много народу. Я ехал туда и знал то, что я не буду стоять в конце, я не стану в конец очереди. Я себе это говорил, простите меня, все те, кто рисовал там номерочки себе и надеялся, что первых пустят те, у кого номерочек. Вы меня, конечно, простите, но я там подружился с некоторыми ребятами и просто вместе с ними, с их толпой я, собственно, и прошел. Но об этом позже. Итак, толпа фанатов Ленинг-Парку входа. Ты хочешь стоять впереди, твои действия? Стоять сзади. Все-таки сзади, да? Нет смысла. Пофиг, да? Да. Я уж смирился. Так, ну а нам надо что-то придумать. Вот он счастливчик, который попадет на митинг-грид. 18 лет было. Пожать руку, блядь. Ты такой, знаешь, талантливый музыкант. Проходит такой на митинг. Кто такой? Да-да-да. А там где-то... Там что-то это... Как настроение, ребят? Отлично. Со скольки часов стоите? С десяти? С полдевятого. Жесть. Девчонки, как настроение? Норм. Норм. Че так не весело? Семи утром стоят. Семи? Серьезно? Это круто, да. А тут че будет? Welcome. А? А, welcome. Клево. Давайте посмотрим всю очередь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну меня не видно тут... Короче, флешмоб будет, да? Еще что у вас есть? Носки... Мейк Честер Прауд есть вот... А вот, вот, вот... Покажи эту штуку... Вот, вот и все фанаты... Мэк Шенод и Линкен Парк... Я не знал, что у Хаски такая большая фан-база... Я не знаю, ребята на самом деле думали на то, что их, наверное, будут пускать по номеркам... Но, блин, это такой бред... Когда толпа прет, это надо еще кого-то отсеивать и только по номеркам пускать... Ну, вы чё? Это смешно... Были люди, у которых были VIP-билеты... Два вот иностранца конкретно, которые у меня спросили, типа... Ну, типа, чё делать-то вот у нас VIP, а нам говорят, что мы отсюда заходим... Ну, на самом деле, если у них VIP-билеты, зачем им вместе с толпой заходить? Там был VIP-вход, ну пустили бы вы их оттуда, ничего страшного... Ну, я не знаю... Как-то вот по организации входа как-то чё-то... Ну, хотя по времени вообще как-то задержек не было... То есть, после он вышел в Хаски, 9 мэк Шенода и все нормально... Переходим к досмотру... Мне говорили то, что нельзя всякие там моноподы и так далее... Но у меня была GoPro... Вот... Сейчас у меня GoPro снимает... И вот такая палочка... Лучше бы я её соединил... Вот из-за этой палочки... У меня забрали GoPro и мне пришлось снимать всё видео на телефон... Ну, да ладно... Всё это забрали, рюкзак я оставил, побежал к сцене, в общем... Очень было душно... Блин, девчонки, которые рядом со мной стояли, они... Они стоконы или по этому поводу... Я, конечно, как бы ничего не говню на них, я с ними нормально там общался... Иногда нет-нет шутил... Ну, было забавно... Но просто реально, когда уже всё больше и больше людей становилось... 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 Становилось, короче... Нереально душно... И хотел отдышать просто вот так вот... Давайте уже перейдём к Хаске... Я... Не являюсь поклонником творчества Хаске... Мне нравятся некоторые треки и особенно клипы... Но я не могу сказать то, что я прям вообще капец кайфую с его треком... Ай... А с тобой выпить чарелку... Ай... Я буду петь свою музыку... Ай... Самую честную музыку... Ай... Музыку слободы и плачь... Ай... Музыку желтого снега... Ай... Просто, когда я узнал, что он будет на разогреве, я был приятно удивлён... Мне хотелось услышать и увидеть то, на что он способен... Как он выкладывается на сцене и так далее... Поэтому... Ну, мне было интересно... И... Выходят музыканты... Выходят Хаски... Я начинаю качать рукой как-то... Подпевать там... Ай... Останови вечеринку... Это единственное предложение... Это песня, которую я знаю... На меня уже так косо посмотрели там... Ну, я как бы не побоялся ничего... Я дальше старался качать рукой... И... Мне хотелось, чтобы как-то... Фанаты поддержали... Человека... Артиста... Выступающего перед ними... Но... Хаски... Как будто бы вышел... На саундчек... То есть... Будто... Не было там... Семитысячной толпы... Он просто вышел... Почекаться с музыкантами... И уходил из стороны в сторону... Практически не смотрел... Ну... Там в пол... На людей... Никак не общаюсь с ними... Я даже не помню... Вроде бы он не поздоровался даже... Я... Конечно... Понимаю... То, что... У него образ... Он такой вот... Персонаж из себя... Да... Весь... Я надеюсь, что... На своих концертах... Перед своими фанатами... Он выступает не на похуй... Здесь... Выглядело иначе... То есть... У меня больше музыка прокачала... Вот... Музыканты... Вообще красавцы... Это не я один выделял... Реальным музыкантам... Вообще... Спасибо... Хаски... Еще я, кстати, ждал песню Иуда... И ее, по-моему, не было... Ну и все... Как-то он... Были, конечно... Рядом со мной люди... Которые... Кричали типа... Уебовый... И так далее... Ну не громко уж... Типа... Да блин... Залбал там... И так далее... Но... Все же... Я бы на их месте просто молчал... Тихо, спокойно... И ждал бы, когда он выйдет... Ну типа это некрасиво, ребят... Человек работает... Ну... Как-то... Я не знаю... Я бы потерпел просто и промолчал... Ну и Майк Шинода Майк Шинода, конечно, красава Субтитры сделал DimaTorzok 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 На самом деле, как многие из вас знают, когда я родился, учился как играть на пиано и учился как производить, первое первое, что я делал, первое первое, что я, когда я left Пиано Lessons, я научился как производить и делать музыку. Масши things up. Масши up Nine Inch Nails with Mobb Deep. Масши up Smashing Pumpkins with Jackson 5. Масши up Rage Against the Machine with Wu-Tang Clan. Oh, we had a conversation the other night. Do not make noise. Okay, ready? Oh, no, 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 for real, for real. I have, we have a, this is a test. This is a test and you can't fail the test. It's like a, it's like a survey. Okay, just so we can, so we know. Um, only make noise if you know the group, okay? How many of you know My Chemical Romance? Okay, okay, okay. How many of you make some noise if you know Music by Wu-Tang Clan? Make some noise for Twenty One Pilots. Make some noise for Notorious B.I.G. I'm fuckin' right. Make some noise for Michael Jackson. Alright, alright, I know, we can do this stupid shit all night. This song is a mash-up of a couple different things. If you know it, you help us out, okay? Okay. So stupid, so ridiculous. Yeah. Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever, but you've been gone. Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever, but you've been gone. Yo. I miss you so. Just a voice like a riot rockin' every revision. But you listen to the tone and the violin rhythm. But the words sound steady. Something that's in the issue. Yeah. It's flying up in the air. Like we're hoping that's something that's invisible there. Cause we're livin' at diversity of the pain and the fear. Which if you get it, you get it, lend it up, something. She said, some days I feel like shit. Some days I wanna quit, and just be normal for a bit. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...